Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Стало известно об ухудшении состояния здоровья Бориса Корсевникова. Вроде пишут со съемочной площадки источники, что он практически ничего не слышит. Пользуется не только экранами, но и слуховым аппаратом и мобильным приложением для глухих. Друзья, еще раз повторюсь, что для меня это не просто какая-то тема, о которой я говорю. Я узнал об этой программе, когда смотрел две части с Петром Мамоновым. И еще раз скажу, что мне очень понравилась манера Бориса Корсевникова вести программу. Мне очень понравилось, как Петр Мамонов раскрылся и действительно рассказал столько всего, что было очень интересно смотреть. Я вчера смотрел интервью с мамой одного из убиенных новомучеников оптинских на Пасху 1993 года. Инна Катрофима и час вот не отрываясь. Понимаете, вот это было настолько интересно, вот как он рос, как мама. Она пришла к Вере 20 лет с лишним, пробыла в той же Оптиной пустыне. И здесь вот что-то было подобное, когда Петр Мамонов рассказывал о том, как складывалась его жизнь. И на фоне этого вышла программа у Собчак. Петр Мамонов тоже побывал, она точнее приехала к моему гостю. Насколько он был другим, насколько он был закрытым. Вы знаете, человек тоже был очень воцерковленный. И было видно, насколько разное отношение Петра Мамонова к этим людям. И это заслуг бьет слуга Бориса Корсевникова того, что он может разговорить человек и создать вот такую добрую, теплую атмосферу. То есть для меня это абсолютно искренняя вещь. Почему я объясняюсь? Потому что я увидел несколько комментариев, что мол того, что что вы говорите, вы под личиной каких-то хороших слов о Корсевнике пытаетесь им навредить. Да Господь с вами, друзья, как же я им могу навредить и чем интересно, учитывая, что я о нем говорю два или три года только хорошее. Что можно здесь, не знаю я. Но людям всегда надо что-то написать. Вместе с тем еще раз скажу, что программа высокопрофессионально ведет. И когда я узнал, что есть проблемы со здоровьем, Алиса Мон взяла и рассказала. Зачем? Для чего рассказывать? Ты пришла, ты в гости, ты видишь какие-то моменты. Унеси с собой, так сказать. Зачем это рассказывать было? Ну хорошо, рассказала. Все равно бы узнали люди. Но у меня, например, это вызывает еще большее уважение, что человек, у нас здоровые люди, еще раз скажу, полностью не могут создать качественный продукт порой. А здесь человек с проблемами, когда он борется с заболеванием, создает такой качественный продукт, естественно вызывает уважение. И еще хочу сказать, что Борис очень верующий человек, помогающий сейчас очень многим людям на Донбассе. И я думаю, что он прекрасно знает, что его поддержит, во-первых, огромное количество людей. И поддерживали, и поддержат, и будут поддерживать. И что Господь посылает испытания, скорби, испытания только самым любимым своим сыновьям. Только так, потому что через скорби, через что-то тяжелое мы, собственно говоря, закаляемся, закаляем свой характер, свою душу, очищаем ее. От, так скажем, разного рода греховных мыслей очищаемся от грехов, от предубеждений, от шелухи всякой. И очищает нас, как правило, не в счастливые моменты, а именно вот какие-то скорби, тяжелые моменты жизни и так далее, болезни. Мы становимся более мудрыми, более глубокими людьми. И вот поэтому я думаю, что, конечно, святые люди, они отличались всегда тем, что они воспринимали скорби, печали, болезни, как дар Божий. Как то, чему нужно радоваться, что Бог дает печали и скорби для того, чтобы очистить душу, чтобы душа засияла, так сказать, еще ярче, скажем так, да. Смягчилась, засияла ярче, и человек изменил свое отношение к миру, к другим людям и так далее, да. Как говорят, как вчера мама сказала, Ирина Катрофима, туда пускают только с доброй душой, да, когда уже душа очистится на земле. Поэтому я убежден, что Борис Корчевников является, сделав столько добрых дел, любимым сыном Господа, и поэтому ему, конечно, посылаются вот такие испытания. Вы знаете, что это последствия Менингита, он говорил в детстве, он перенес, и, собственно говоря, мы делали операцию еще по удалению опухоли и задели там какой-то нерв. Значит, и вот говорят о том, что врачи комментируют, сейчас я вам скажу, кто конкретно. Доктор медицинских наук, врач Михаил Кутушев в беседе с Пятым каналом заявил, что развитие событий может быть такое, что настанет не только полная глухота, но и слепота. Полная глухота может поразить Бориса Корчевникова. Пишут, вынесли страшный переговор. Не дай бог, конечно, но, что называется, я думаю, что огромное количество людей отправят положительно-позитивной энергии, будут отправлять и отправляли. И те добрые дела, которые делает Борис, они, безусловно, сделают свое дело, и все будет так, как Богу угодно. Так только верующий человек может говорить и думать. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Хотят, что думать, пишите, поддержки, слова, комментарии. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Значит, подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости здесь, в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И телеграм-канал Будда Гришна Новости, там политика, и не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья, всем пока, до встречи.